добрый день с вами империя пикчер сегодня покажу вам как нарисовать лодку акварелью если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов наше изученное обучение заходите обучайтесь вместе с нами для наброска возьмем карандаш и кашбина акварельной бумаги наметим часть суши и часть воды воды будет больше на берегу мы рисуем вытянутую длинную лодку с острым кончиком на переднем плане более тупым на дальнем плане затем рисуем край и и внутри добавляем сиденье а также боковую часть и какие-то еще детали затем как рисун она будет сужаться преодоление от нас законы перспективы и рисунок у нас готов приступаем к работе акварелью возьмем голубой оттенок смешаем вас фиолетовым немножко и будем писать воду дальний план напишем охрой сделаем там полоску суши продолжаем писать воду пока вы это делать вам напомню что в нашей художественной школе открыла заучить обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства из вас любимое дело своей профессией ссылку на зоочное обучение вы найдете в описании к этому видео там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней заходите обучайтесь вместе с нами смешиваем разные соотношения цветов и оттенки добавляем друг другу там будет видеть живописней теплые оттенки слушать нужно можно вписывать в море затем берем коричневые цвета немножко туда подвешиваем наши голубые пишем сушу под лодкой добавляем более темный коричневый цвет и намечаем им же тени оставляя первый слой просвечивать через второй теперь мы возьмем рыжий оттенок такой коричневый и запишем внутреннюю часть лодки затем еще добавим детали на берег возьмем темно-коричневый оттенок усилим глубину тени под лодкой добавим холодных оттенков на дальний план голубо-фиолетовых подчеркнем границу суши и воды добавим голубоватых рефлексов на берегу затем голубой блик добавляем верхнюю часть лодки на корму тоже после берем голубой оттенок подмешиваю немножко коричневого и фиолетового можно капельку добавить и проявляем фактуру воды в виде мазков чтобы в ней появилась жизнь на дальний план не добавляем столько мазков более сглаженный там вот водичка чтобы показать ее удаление от нас дожидаемся подсыхания работы добавляем тени на боковую часть лодки и вот скамеечками тоже будет пространство в тени растяжку можно сделать чтобы граница не было резкой затем добавляем темно-коричневый оттенок по контуру лодки и немножко голубым оттенком затемняем кору усиливаем тон в тенях внутри лодки такая лодка у нас с вами получилось прислать ваши результаты к нам инстаграм и с удовольствием их посмотрим опубликуем на страницу ссылку на инстаграм найдите в описании к этому видео на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч